Если все предначертано Аллахом, и если я совершу какой-либо грех, то кто виноват? Если мне суждено совершить убийство, и затем я совершаю убийство, то, естественно, я не буду нести ответственность за него. Но это Аллах предопределил это. Поэтому это Он будет нести ответственность. Тогда почему я должен быть наказан за это? Что касается вопроса Кадр, это общий вопрос, который задают мусульмане и не мусульмане о предопределении Аллаха Субханаху ва Та'Алла. И это трудно понять. И я хотел бы привести пример, чтобы люди поняли. Аллах Субханаху ва Та'Алла знает «Ильмуль-Гайб», обладает знанием сокровенного, знанием будущего. И позвольте мне привести пример. В классе есть учитель, который учит студентов. И после того, как прошел год, до экзамена, учитель предсказывает, что студент А получит оценку 5. А студент Б получит оценку 4. А вот этот студент С потерпит неудачу. И когда проходят экзамены и проходят дополнительные, студент А получает оценку 5. А студент Б получает оценку 4. А студент С проваливается. И вопрос, который я хотел бы задать, только потому, что учитель предсказал, что студент С потерпит неудачу, «Может ли студент С винить учителя, говоря, «Я потерпел неудачу, потому что учитель предсказал, что я потерплю неудачу?» Но естественный ответ – нет. Учитель предсказал, что студент А получит высший балл, потому что он знал, что этот студент был прилежным и был умным. А студент Б был посредственным. Студент же С был пренебрежительным и ленивым. Он никогда не усердствовал и не учился и не делал домашнее задание. Основываясь на этом, учитель предсказал, что студент С потерпит неудачу. Но студент С не может винить учителя, потому что учитель предсказал, что он потерпит неудачу. Поэтому студент сам ответственен. И аналогично у Аллаха, субханаху ата'аля, есть «Ильмуль-Гайб» – знание сокровенного. Например, человек приходит к перекрёстку. И на перекрёстке есть пять разных дорог, из которых он может выбрать любую дорогу. Один, два, три, четыре и пять. У него есть свобода воли. Он может выбрать любую дорогу. И он выбрал дорогу три. И это уже упомянуто в его судьбе, что он выберет дорогу три. Но это не потому, что Аллах упомянул, что он выберет дорогу три, он выбрал её. Но это потому, что он будет выбирать дорогу три. Аллах, субханаху ата'аля, заранее написал это, потому что у него есть «Ильмуль-Гайб». Наподобие того, как учитель предсказывает заранее. Аллах знал, что у этого человека есть выбор, и он может выбрать любую из пяти доступных дорог. Но он выбрал дорогу три. Так что Аллах заранее знал, что он выберет дорогу три. Поэтому он написал это в его предопределении или судьбе, что он выберет дорогу три. И когда он идёт по дороге три, через некоторое время он приходит на другой перекрёсток, на котором есть также три дороги. И он снова выбирает третью дорогу. И то, что он выберет дорогу три, Аллах знал заранее, потому что у него есть «Ильмуль-Гайб». Поэтому он упомянул это в его предопределении, что после того, как он придёт к другому перекрёстку, этот конкретный человек снова выберет дорогу три. Это не потому, что Аллах упомянул в его такдыре, что он выберет третью дорогу, по причине которой он выбрал третью дорогу. Но это потому, что он сам выберет третью дорогу, Аллах написал это заранее. Это немного сбивает с толку, но вы осознаёте, что у Аллаха есть «Ильмуль-Гайб». И также человек, если он хочет заработать средства к существованию, у него есть оба варианта. Либо он может усердно тяжело работать, и делать свою работу, и заработать эти деньги, или он может грабить, или может украсть. Выбор за ним. Но этот человек предпочёл воровать. Аллах знал заранее, что в 25 лет у него будет возможность усердно работать и зарабатывать на жизнь, или воровать. Но этот человек выбрал воровать. Поэтому Аллах знал заранее, что он будет воровать. Поэтому Аллах предписал в его такдыре, что он будет воровать. Это не потому, что Аллах предписал это, он начал воровать. Но это потому, что он выберет воровать, Аллах записал заранее. И аналогично, если человек совершает убийство, это его выбор. Он может либо совершить убийство, либо не совершать убийство. Выбор его. И он совершает убийство. Кого винить? Он сам виноват. Так что здесь мы понимаем, что у Аллаха есть «Ильмуль-Хайб». По этой причине есть высказывание на Урду, очень хороший куплет «Малама Икбал», которое говорит. Что означает «сделай себя таким великим, что перед тем, как Аллах напишет твою судьбу, Он спросит тебя, какое твое желание».